Томсо, скажи, пожалуйста, президенты и правительства меняются в России иногда, а патологическая ненависть к Кавказу остаётся неизменной. Это что? Какое кредо у них? Это история. Как только сменится власть в РФ и придут нормальные люди, и будут ли санкции сняты в ускоренном режиме, просто спрашиваю. Вообще, сама такая постановка, что придут нормальные люди к власти в РФ, мы уже лет 400 ждём, когда туда придут нормальные люди. Я надеюсь, что они в конце концов придут туда, но, к сожалению, пока ни разу ещё не было такого, чтобы они туда приходили. Вот ни разу ещё не было. Нет ни одного, ни одной власти, ни одного режима нет в этой стране, который бы можно было назвать нормальным. Уж нам-то это не знать. Для многих Ельцин был нормальным для западных стран. Для них Путин был нормальным до определённых пор. Но мы-то с вами знаем их нормальность. Мы с ними со всеми воевали. Так что для нас там никогда не было никого нормального. Я надеюсь, что будет. Конечно, мы будем оптимистами. Но пока такого не было. Что касается санкций, я не знаю, как они будут сниматься, какие там вообще процессы, понятия не имею. Как ты думаешь, нажмёт ли Путин на красную кнопку? Я думаю, нажмёт. Я думаю, нажмёт. Если будет ситуация, при которой нужно будет нажать. Я думаю, нажмёт. Не стоит-то как-то недооценивать его. Путин человек, сколько ему там, уже лет 70. Я думаю, для него сейчас не проблема будет нажимать на эти кнопки. Раньше, года два назад, даже год назад, и до этого времени, всевозможные эксперты, они говорили, Путин никогда не будет воевать с Западом. Ну, посмотрите, у них там все родственники, у них все деньги здесь. У них все родственники здесь учатся, работают, живут. Что вы думаете, он развяжет войну со странами, где их семьи живут, там имеют недвижимость и так далее. А вот сейчас было бы интересно, да, спросить у этих экспертов. Вот вы вроде бы так обещали, зарекались. А война, по сути, уже развязана, идёт. И всеми этими средствами он пожертвовал, и имуществом, которое сегодня арестовано, а где-то даже изъято, и этим всем пожертвовал. И учёбой своих родных и близких всем этим пожертвовал. Потому что, да, не является всё это для него ценностью, понимаете. Там уже кукуха вообще поехала. Там совершенно другие ценности. Надо эти моменты учитывать. Его психологическое состояние нужно понимать. И это не молодой человек, он уже жизнь прожил, теперь он может ставить перед собой совершенно другие цели. Здесь важно другое. Я не столько думаю про него, то есть он нажмёт ли кнопку, он это нажмёт. А вот остальные, которые под ним, они понимают последствия нажатия. А ведь при любом раскладе, да, там, конечно, конечно, это не та война, в которой могут быть победители, но 100% Россия победителем не выйдет. Это прямо 100%. Я думаю, это они прекрасно понимают. Вот те, кто под ним, которые должны будут исполнять. Ведь это же не так, кропку нажал, что-то полетело. Это условность какая-то, да, как кнопку. То есть там очень много промежуточных таких людей, которые должны давать приказы. Вот мне интересно, они, насколько они отдают себе отчёт, понимают ответственность, насколько они готовы. Вот в чём будет вопрос. Вы так уверены, если будет Ичкерия, то будет всё хорошо. Не смешите меня. Каждый при власти будет с полным карманом. Что Чечня, СРФ, что без. На простых людей плевать, как было всегда. Я не уверен, что будет Ичкерия, всё будет хорошо. Откуда мне это знать? Может быть, не будет хорошо. Но мы будем уже сами как-то решать эти проблемы, понимаете? Свобода, она для того и существует, чтобы, если у тебя что-то нехорошо, ты мог это исправлять. А когда ты не свободен, ты не можешь ничего исправлять. Понимаете, что вот сегодня Кремль, он туда кого-то ставит, и Кремль решает, меняет, хорошо там или плохо. То есть, не люди это решают, народ ничего не решает. Пока Кремль ставит, и Кремль решает, вот этот народ хорошо живёт или плохо, не мы решаем. А вот мы хотим, чтобы у нас была свобода, и мы, допустим, какого-то избрали, чувака, правительство целое, неважно, и у нас плохо, к примеру, то мы, уже мы ответственные за вот это плохо. Это мы его избрали. То есть, мы такого плохого человека или целую там команду, правительство, поставили руководить своей страной. И поэтому это наша ответственность. Мы виноваты. И мы же будем это исправлять. У нас будут инструменты, потому что мы свободны, у нас своя страна, у нас есть инструмент для этого. А сейчас у нас вот этих инструментов нет. Мы хотим от этого избавиться. Никто не даёт никаких гарантий, никогда такого не бывает. Но зато у нас есть рычаги воздействия в случае, если мы свободны, независимые государства. А без этого, пока будет Кремль решать, мы никакой ответственности не несем. Вам это состояние, как вот представим, что рабы у кого-то там, хозяина. И вот, к примеру, этот хозяин, если он плохой, рабы же не могут его поменять. У них нет такой системы. Раб, он просто подчиняется. И вот он живёт, пока этот не умрёт, по наследству не передаст, и другому. И у них надежда, что вот этот следующий будет хороший, которому их передадут. А если он будет нехороший, он придётся ждать и его гибели. Причём эти рабы уже сами там погибнут, дети потом будут под ним. Понимаете? Нет инструмента для того, чтобы менять. А в свободном обществе, тут же свободное общество само распоряжается своей судьбой. А гарантии никто никогда не давал и дать не сможет. Более того, если кто-то думает, что там мы лишимся каких-то проблем, неправда, у нас проблемы всегда будут, и жизнь, она вообще так устроена, что всегда появляются проблемы, ты эти проблемы должен решать. Запрокомментирую слова Акаца про Рамзана Гадырова. Кстати, это вообще, конечно, улыбнуло, как... Посмотрите, кстати, эти слова Акаца, на моём телеграм-канале вы увидите, я выложил, то, что он говорит про Гадырова, такой он бред несёт. Непростой он говорит, был человек во времена Эчкерии, это он говорит про Рамзана Гадырова, не про отца. Входил, как он там написал, входил высшее командование Эчкерии. Вот. И всё это время Рамзан Гадыров один из руководителей спецслужб Сепаратистской Республики. Рамзан Гадыров один из руководителей спецслужб Сепаратистской Республики. Он часть высшего руководства. Вот на полном серьёзе делает такие заявления этот Максим Кац. Ну, это просто такой, блин, это такое невежество в вопросах Чечни, того, как, что там тогда происходило, где тогда был Кадыров. Ну, хотя бы, я не знаю, одну архивную съёмку, где руководство Сепаратистской Республики, как говорит Кац, проводит какую-то встречу, решает какие-то важные вопросы, чтобы там присутствовал Рамзан Кадыров. Я могу показать архивные съёмки, где Рамзан Кадыров в лесгинку танцует. Вот это всё, что он делал тогда. Это единственные архивные съёмки, сохранившиеся, где реально он принимает какое-то участие. Это танцы, лесгинка. Всё. И этот человек сидит на полном серьёзе эти вещи, говорит ему, и реально есть какая-то аудитория, которая это слушает, хавает. просто такое дно. Может человек в чём-то реально разбирается, я не знаю, но Чечня это не твоё. Нет у тебя знаний. Скажи, пожалуйста, президенты и правительства меняются в России иногда, а патологическая ненависть к Кавказу остаётся неизменной. Это что, какое кредо у них? Это история, это историческая, противостояние, ненависть. Не бывает так, что раз, ну, бывает, конечно, когда в какой-то момент люди ставят точку, и после этого они могут, как в Европе. Они тоже здесь, в Европе, друг друга люто недовидели, убивали миллионы жизней, положили друг друга. В какой-то момент поставили точку, и всё, после этого объединились. А у нас такого не было, чтобы мы где-то ставили точку. Понимаете? У нас всегда было, что мы боролись, боролись, нас в какой-то момент подавляли, мы опять набирали сил, опять начинали борьбу, нас опять подавляли. И вот так вот, постоянно, цикличная такая тема. Поэтому точка не поставлена, и, разумеется, это ненависть, она постоянно бурлит, кипит, где-то они её глушат, делают вид, ну, просто силой её давят. А потом, как только появляется возможность, мы обратно просыпаемся, и в такой атмосфере там какой-то, не то что любви, какой-то нормальной жизни, какие-то нормальные отношения быть не может. Субтитры создавал DimaTorzok